Здравствуй, дорогой зритель! Попробуем снова справиться с этой игрой High Fleet. К сожалению, все те полезные комментарии, которые были написаны под первой серией прошлого прохождения, я получил после того, как прохождение то завершил. Поэтому сейчас я буду их применять на практике. И большое спасибо за комментарии по делу. Для тех, кто любит ставить комментарии не по делу, смотрите сюда. Да, я включаю максимальную сложность, поэтому не надо писать, что я не умею летать. Я летать, конечно, не сильно умею, но при всем при этом на максимальной сложности это делать еще труднее, чем на обычной. В общем, а до релиза нигде сложности максимально не показывали, кроме как у меня, так что нечего. Ладно, давайте к игре. Значит, по поводу дальности мы обсуждали в комментариях. Да, вот я смотрю, дальность на кораблях написана вот здесь и есть. Дальность 1700, есть дальность 5700. То есть вот эти 2000 это такая усредненная дальность, больше которой, чтобы игрок себе не нахапал кораблей. Хотя, кроме танкера вот этого флагмана Севастополя никто далеко не летает. Единственная, конечно, волна, наверное. Да, волна, как танкер, тоже может на 6400 улететь. Кроме того, значит, хотя у волны здесь только танкер, значок в описании написано, что это радиолокационная разведка. Поэтому все-таки возьмем ее и возьмем еще молнию как перехватчик для того, чтобы в паре они могли куда-нибудь выскочить, найти нам этого самого конвой какой-нибудь и этот конвой подцепить. Потому что пока мы не будем ловить конвои, смысла никакого не будет, потому что денег не хватит ни на ремонт, ни на топливо, ни на боеприпасы. Основной боевой корабль мой будет Гладиатор, потому что Буревестник мне не понравился. У него были нормальные снаряды с радиоуправлением, но они такие и у Гладиатора есть. Просто нужно закупиться поудобнее. 144. И еще возьмем, давайте, Грача. Он сможет что-нибудь бомбить. То есть выкинули Грача, отбомбились, ушли и вышел Гладиатор, добил тех, кто не был забомблен. Такой буду пользоваться я тактикой. Такс. Ну а вот этих двух на перехват. Все. Вперед. Так, пропускаем историю, потому что все это уже понятно. Все это понятно. Так, заправляемся с топливом и берем снарядики. Нормально так, на десятку сразу улетела. Радиовзрыватель. Ааа, это не тот радиовзрыватель. Вот, Гладиатор, молния, отлично. Вот этот берем на Гладиатор, радиовзрыватель. Так, а этот Севастополь. На Севастополь не буду. У него и так мощи нормально. Зажигалки, бронебой. Пока обойдусь. Смотрите, какая здоровая ракета зажигательная. 300 миллиметров. Сколько же она стоит? По 400 за штуку. Нифига себе. Авиационная управляемая ракета. Ну, тоже пока все мне это не нужно. Все, взяли с радиовзрывателем. Взяли топливом. Давайте смотреть. Что куда? Да. На северо-востоке. Говорят, что есть Тархан какой-то, да? Вероятно, это вот эта точка. Давайте напишем тут Тархан, чтобы не забыть. Ой. Все. И нам нужна станция. Станция, станция. Станция близко. Мы можем прямо сейчас ломануться на эту станцию. Отправить, например, туда грача нашего гладиатора. Бомбануть. И уже получить какие-то данные. Хотя, конечно, данные я только что собирался получать с помощью волны и молнии. Но можно и оттуда эти данные получить. Почему бы и нет. Давайте немножко подзальемся топливом и отправимся. Ну, кстати, удобно от времени постановки точки считается время. Я в прошлый раз не видел этого. Я пытался высчитывать тут по своему ремонту. 7 минус 8. Все. Заправились. Хорошо. За Тарханом, наверное, все-таки сначала. Что-то я подумал. Давайте пойдем за Тарханом. А потом за станцией связи тут нету больше поблизости. Ну, отсюда близко все равно будет. Полетели за Тарханом. Тогда точку удалим. Полетим. Так. Потому что если удастся его позвать, лишний корабль не будет лишним. Если можно так сказать. Ну, полетели, полетели. Чего там? Не летите. Ударную группу. Давайте. Значит, что мы берем? Мы берем гладиатора. Мы берем... Грача и молнии. Ну, мы, в принципе, все это и берем. Что у нас есть. 85% шансы. Ну, что он так мало-то? Кто медленный? Грач медленный. Бомбардировщик наш. Ну, ладно. Отправляй, Петр. Погнали. Сейчас посмотрим. Получится, не получится. Отбомбить. Как я хотел. Десант. Такс. Две осы. Ну, давайте, значит, выкидываем грача. А потом выкидываем гладиатора. Молнию я... Вообще, можно было не брать, на самом деле, молнию. Хотя эти быстрые две заразы, да? Ну, и фиг с ними. Давайте, полетели. Пробуем забомбить все это дело. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Первая пошла. Вторая пошла. А он уходит на эвакуацию. Есть. Отбомбился, ушел. Смотрим, как идут бомбы. Ух ты! Нормально так нас встретили. Лихо. Ну, смотрите, первый забомбил. И второй забомбили. Вот это... Вот это я понимаю. Единственное, конечно, отхватил немножко наш кораблик, который вышел. Так. Среди обломков быстро нужно действовать. Да-да-да, я помню всю эту историю. Где опасные, есть места. Есть опасные места. Давай, спасай топливо, чтобы что-нибудь взорвалось. И теперь спасай вот эту штуку. За треху. Так, ну, за этой штукой не полезен. Все. Насколько сильно отхватил наш... Как он, грач? Все, группы все вернулись. Ну, сейчас выясним, насколько грач наш... Ой, не грач, гладиатор отхватил, да? 155. Ну, не очень сильно отхватил. Вот, кстати, подсказки появились, потому что вышло новое обновление 1.01. Сажать не обязательно, если предстоит серьезный ремонт, посадка в доке его ускорит. Ну, мы это обсуждали в комментариях, когда мне там говорили, что нужно обязательно сажать. Я говорил, что не нужно. Вот, собственно, теперь желтым по-черному написано, что не нужно. Можно и так. Слушайте, ну, грач мне прям понравился. Нормально. Главное, бомбы сейчас на него закупить. Сажаем гладиатора тогда. 155 дамаги. По-быстрому. Главное, при посадке не сломать его. Тихонько. Всем приготовиться. Долбанулся, что ли? Вроде нет, да? Нормально сел. Плюс 14%. Сойдет. Идем. Да, вон значок Тархана я увидел. Гладиаторы ремонтируем. Ну, всего 2 часа. Играча тоже. Бомбы только подвесить. Вот это будет считаться ремонтом, правильно? Я сбросил 2. А, у него 4 вообще. То есть можно бомбить даже большие группы противника. Так, хорошо. Все, это... Смотрите, сколько всего стало тут появляться. Самолеты. Я бы на гладиатор бы ракет навешал. РС-6. РС-6. Еще бы парочку РС-6 бы я подвесил бы. Противокорабельная ракета. А, вот есть, смотрите, Р-5. Куда еще можно ее подвесить? Можно ее куда-нибудь еще подвесить? Ну, ладно, хватит и так тогда. Тем более, что ремонт увеличился. Ну, 6 часов, ладно. Новый проект, гладиатор. Да пусть так и остается. Снабжение. Радиоснаряды. Посмотрим. Радиовзрывательный гладиатор на молнию есть. Добираем. Этот боеприпас мне нравится и нужен. И топливо. Вот видите, вот из стартовых 40 тысяч уже и осталось всего двенашка. Пойдемте с Тарханом разговаривать. У него гладиатор, что ли? У него паладин МК-2. Таких даже не видал еще. К вам подходит группа людей с прибывшего корабля. Все они одеты, как люди военные, но никакого оружия не видно. А, ну вот этот был уже чувачок у нас. Впереди идет высокий Лаин. Понятно. Амархан. Хотя, может быть, это он просто нарисован так же. Может, это не тот же самый. Приветствую господина моего. Ва славу Герата. Давайте ва славу Герата ему. Да, плюс один. Это ему понравилось. Хорошо. Мир тебе, сын Сайди. Я Амархан. Отдать горшочек. Так, на тебе горшочек. Да, это тот же самый чувачок. На, горшочек. Все, союзные отношения, да? Присоединяйся к нам. Это честь для меня. Все, отлично. Северо-запад. Но далеко. Ясно. Паладин МК-2. Вот такого не было к кораблям. Посмотрим сейчас, что он из себя представляет. Зайдем для этого в ремонт. Ударный фрегат. Броня с боков у него есть. А сверху ракеты, походу, какие-то, да? Да, смотрите, много. Ух ты, сколько у него ракет. Он весь обвешан ракетами. Р-5. Весь обвешан ракетами. Это очень хорошо. Мне прям нравится. Такс. Тут все. Больше ничего нельзя поделать. Все, такс. Дальше нам куда? Северо-запад. От Бархама. Наверное, в Ашоде есть подозрение. Наверное, там. Но нам нужна станция, чтобы выяснить. Значит, пойдем на станцию сначала, а потом уже там поближе дойдем и до Тархана. Заправляемся, ремонтируемся. Все, все отремонтировались. Все отзаправлялись. Полетели. А с этой стороны нету поближе-то? Нету. Ну, ладно. Значит, туда и идем. Полетели. Радиоперехват. Давайте посмотрим. Нет, помехи. Поймали, кажется. Да. Перинг. Турмалин иду 100. Ну, не густо. Куда идет, непонятно. Кто идет, непонятно. Фигня. Такой себе перехват. Наблюдаю корабль. Дальность 1000. Эльбрус. Нас какая-то морда спалила. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, откуда у нас? Там, что ли, сидят? Надо менять направление тогда. Пойдемте отсюда лесом. Пойдемте отсюда. Сведения о противнике. А как сведения о противнике? Узел... А, просто сведения о противнике мы получим. А, нет, с другой стороны полоска-то идет. Тогда продолжаем движение. Можно... Так, готовьте. Готовьте ударную группу. Уберем опять тех же самых. Грач наш. Паладин, гладиатор. Молнию можно оставить, я думаю, уже. Неизвестный корабль, дистанция 800 или брус. Походу, все-таки они сидели тут на этой станции. Вот эта вот полосочка, это просто подпись, потому что уже РТР-3 написано. То есть мы, короче, зря сюда подлетели. Да, противник еще ради сообщения передал, ударные группы, конвои. В общем, все, испоганилось все, что можно. Три корабля. Ну, у нас как раз четыре бомбы. Паладин пока отходил, я буду радиовзрыватель использовать. А сначала я попробую... Ой-ой-ой. А теперь я ухожу. Давай-давай-давай, уходи, уходи. Давай. Есть. Ну, как лихо начинают накидывать-то, да? А я забыл, будет припасы что-то поменять. Нет, вроде. Так, отходим. Противник, конечно. Минус один. Сата пошла. Так. На форсажике взлетели. Ну, вот так вот как-то, да. С вот этими снарядиками половчаем. Не удалось отбомбиться. Я, конечно, хотел использовать бомбы, но вроде Грач не очень сильно отхватил. Так что я надеюсь, не будет ничего страшного. Давайте топливо. Пока не взорвалось. Выжившие сдохли, но фиг с ними. Топливо спасли. Полторы тысячи. Восемьсот четыре тысячи. Вот эту... А, стойте, стойте. Нет, это не та. Вот эту давайте за полторы тысячи заберем. Блин. Все-таки вляпался в эту фигню. Все-таки немножко попал. Ладно. Ну да, Грач совсем чуть-чуть получил, поэтому сажать будем гладиатора. Смещаемся. Тихо-тихо-тихо. Сто метров, всем приготовиться. Все, отлично приземлились на обе. Получили плюс 10%. Ну, там немного прям совсем, совсем немного урона. В этот раз нормально. Ну, потому что все-таки, да, правильно мне писали про вот этот радиоподрыв. Они, конечно, не требуют меткости, тем более он их по четыре выпускает. Гепард в прошлом прохождении выпускал то ли по одному, то ли по два. Как бы и у него брони сверху не было. А этот по четыре может гасить прям вообще нормально. Жалко, конечно, что они уже были в воздухе. Но в воздухе они были именно потому, что нас уже спалили и передали по рации. А если бы они стояли, бы, может быть, опять удалось грачом бы отдалбить. Ну, и так, потери небольшие. На окраине города стоит десяток пестрых шатров. Между шатрами виднеются машины и снует обслуга. По всему понятно, что в город пришел караван. Вы отправляетесь подприветствовать караванщиков и расспросить их о событии в мире. Караванщики принимают вас с большим радушием. Времена настали совсем тяжелые, сокрушается старший из них. Раньше мы старались ходить ночью, чтобы не попасться пилотам кланов. Но потом и ночью караваны стали пропадать. Мы решили, что это пираты, пошли к ним, как принято, выкупать наших пленных. Но оказалось, что кланы даже и не слышали про это. Что-то завелось в пустыне Великий Найон. Последние дни совсем близко. Конвои наместника спрятаны в городах. Так, давайте про Тарханов узнаем. Северо-запад. Лады. Ай! Одну фразу можно было. Секретные города тогда надо было какие-нибудь выяснять. Ну ладно, фиг с вами. Давайте посмотрим, сколько у нас... Не понял. Почему два? Это же тот. Давайте грач тогда. Давайте с грача начнем. С ним точно. Он точно один. Ну вот, вообще ремонта почти нет. Ловко, да, на форсаже ушел. Хотя движок перегрел несколько раз, но успел свалить. Это хорошо. Гладиатор. Все за прикол с тобой тут. Ракету что ли? А-а-а, все, наверное, второй это... Зря я его назвал. Гладиатор. Так, куда я там ракету вешал? Есть у меня подозрение, что это разные модификации. Просто вот этот вот с ракетой. Давайте его тогда чиним. Вот же, ракета есть, да? Да, есть ракета. Я, кстати, даже ракетами не попользовался еще. И у нас тут какие-то есть запчасти. Ну пусть пока будут, потому что у нас 12 тысяч. Хотя нам сейчас топливо закупать. Поэтому, наверное, ракету оставим, а вот эти, наверное, продадим все дело. Так, смотрим, снаряды. Радиовзрыватель. 9 тысяч останется. Ладно, не буду покупать. Конечно, хочется. С другой стороны, мы где? Вот тут. Мы на станции связи. Давайте тогда на все заправимся. И на все закупим. Хотя у нас потом тогда не останется. Либо мы сейчас захватим кого-нибудь и разбогатеем. Либо это прохождение можно считать уже не самым удачным опять. Хотя 200 штук. Ладно, не буду покупать заряды. Пока сойдет и так. Мы захватили станцию связи. Все, это понятно. Проблема в другом. Что тут у нас? Выключим радар. Пока что, что ли. Всем кораблям наблюдаю неизвестный. 220 дальность. Ну, где-то тут этот собака. Значит, он сейчас начнет нас фигарить, да? Мы заправляемся. А мы не заправляемся. Почему у нас топливо падает? Нет, заправляемся. РТР опасно. Чуть-то я не очень пойму, почему топливо падает. Хотя вроде как будто проценты идут наверх. Ремонт закончен. 76%. Так вот здесь мигает. Справа что-то крадется, да, к нам? Сейчас идем. Так, пошел. Залп по нам. Стартуем. Уходим. Уходим по Тарханам. Не успели. Так, причем вообще по полной, да? Так, ну врача можно убирать тогда. Он нам не поможет. Вспомогательные легкие крейсера. Это на нас напала ударная группа. Не туда свернул. Называется художественный фильм. Поворот не туда. Ах. Так, ну что сразу Севастополь на них выгонять? Ну давайте сразу будем фигарить Севастополем. Офигеть. Офигеть номер два. Уходи, уходи. Ты чёшь, тормози, но это такое. Перегрев двигателя уже. Тушим. Тушим. Я же тут попадаю по нему. В основном. Ракета пошла. Не сбил. Я и отступить не могу, потому что я не могу набрать высоту. Давай на форсажа отходим уже что-нибудь чуть-чуть повыше. Перегрев уже. Так, один готов. Опять топливо. Второй уничтожен. Хотя чё-то не похоже, что второй уничтожен-то. А, он вступает. Нет, не вступает никуда он. Почему на нём нету ловушек? Я вот не понимаю. Да что ж ты всё время горишь топливо. А вот через эти взрывы даже не видно вот эти стрелочки для прицеливания. Уничтожен, сказать. Так, ну остался последний, значит. Да, блин. 893 хп осталось у него что ли? Ни фига, ни ракет у него нету, ни ловушек у него нет. Есть попадание. Потеряли двигатель. Плохо. Вот это моща. Осталось 8 огнетушителей. Из 20. 7. 6. Но победили. Уф. Хотя, конечно, ремонта не напасёшься. Так, все точки опасны. Давайте начнём с защиты экипажа тогда. Так, выживших соберём. Двух спасли всего. Ни о чём нам эти два. Летим дальше, да? Мы уходим в ашот. Вот так вот, да, делаем. И погнали. Ради перехват какой-то. Давайте узнаем. Ну что ж, удалось отбиться от двух... От трёх крейсеров. Хотя непонятно ещё, сколько урона, сколько ремонта предстоит. Но, по крайней мере, вроде сваливаем. Ну, не попал вообще. Так, есть. Лечу курсом восток-юго-восток. Тяжёлые машины. А это уже... Конвой. Восток-юго-восток он летит. Откуда? Фиг его знает. Ладно, летим пока вон туда. Там будем восстанавливать силы. Может, подцепим ещё одного Тархана. И возьмём топливо. Полетят кто у нас? Паладин. Но не будем брать молнию. Возьмём Грача. Возьмём Гладиатор. Возьмём Паладина. Удачи, первый. Надеюсь, сейчас удастся побомбить. Я переигрываю, потому что противник уже в воздухе. Поэтому Грач наш не сыграл. И мало того, что не сыграл. Его одним залпом уничтожили. Одной ракетой. Мне слишком его жалко. Он мне очень нравится. Так, наверх, 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 наверх. Ловушки. Давай ближе за ним. И в упор сейчас ему насажаем. Всё, уничтожен. Ну, вот прям с этими снарядами просто песня. Я бы даже не переиграл, потому что после Грача вышел этот кораблик и точно так же без урона всех разнёс. Но просто жалко очень Грача. Он очень хорошо отбомбился на старте игры. Я надеюсь ещё это увидеть. Обыскать каюты. Спасать топливо, спасать боеприпасы. Давайте начнём с топливом. Вон ту не будем опасную штуку трогать. Так, вот это тоже опасная. Ага, боеприпасы надо было. Ну, топливо и боеприпасы. 800, так, ну и вот каюты. Ничего не нашли. А, нет, что-то нашли. Имперский крест нашли. Всё, все прилетели. Высаживаемся или не все ещё? Нет, ещё не все прилетели. Ждём наших основных тогда. Основные силы. Чё-то потопливал. Кстати, меня спрашивали в комментариях, что за красные флажки. И я почему-то подумал, что речь идёт про ромбики, которые отслеживались. Это вот не они. Поэтому я не в курсе, что, значит, эти флажки. На них и нажать нельзя, посмотреть. Всё, все собрались. Теперь можем высаживаться. Севастополь. А можно Севастополь посадить? 16 тысяч урона. Блин, ну его... Его отремонтировать просто денег не хватит. Вообще никак. У гладиатора совсем чуть-чуть. Тут совсем чуть-чуть. Давайте попробуем посадить Севастополь. Начали торможение. Ого, да. Тут сильно рано надо торможение начинать. Тут я без остановки держу скорость. Газ, наверное... Как сказать? Газ вверх держу, чтобы он взлетал. И вот так медленно он теряет скорость. Очень медленно. Что-то тяжелючий. Несмотря на то, что я держу, держу, держу. Равно так. Давай чуть-чуть. Право сдай. Он вообще не поднимается сейчас. Минус 6, минус 5. Вот, чуть-чуть только стал наверх. При том, что я газ не отпускаю. Вторую половинку сажай тоже. Есть. Плюс 50%. Но я думаю, что целиком мы его все равно ремонтировать не будем. Потому что дорого. Ух ты. Отчаянная ситуация. Прибыв в город, вы видите огромный черный кратер, зияющий в самую... В самой его середине. Взорвалось топливо-хранилище. Город наполовину разрушен. И множество его жителей похоронено под завалами. Блин, этому еще и топливо тут не получим. Дайен умоляет вас помочь в спасении людей из-под завалов. Ему нужна ваша техника и корабли на два дня. Северное хранилище разрушено, говорит он. Но в Южном еще осталось 6000 тонн метана. Я отдам его весь, если Светлый Князь согласится помочь. Если я задержусь здесь на два дня, кто-нибудь наверняка успеет сообщить об этом в Хиву. Другого выбора нету, да? Да, я понимаю, это отпускает голову Дайен, но Всевышний не оставил мне выбора. Если ты не поможешь нам, погибнет множество людей. Сложный вопрос. Полгорода спасти, либо соскочить. Вообще, конечно, миссия важнее, поэтому надо соскакивать. Но, учитывая наше бедственное положение, если я соскочу, мы все равно долго не протянем. Поэтому давайте начнем спасательные работы. Плюс 6000 топлива. Плюс доброта. Три, не знаю, что это значит. Но зато, я думаю, мы за два дня Севастополь успеем починить. Давайте с гладиатора начнем. Не фига, у гладиатора нет ремонта. А, все, вот появилось. Грач. Ой, что это я сделал? Я случайно ногу отвинтил. Блин, а что, сразу 10 часов стало? Или это там что-то случилось? Так, тут, видите, все побито. Много всего побито, поэтому... Но нам не нужно покупать топливо. В принципе... 50 часов. 50 часов долго. Мы тут на два дня 48 оставлю. Вот так вот оставлю. Если что, потом еще раз нажмем. А где вообще посмотреть, сколько... Низкая тяга, низкая тяга. Нужно 25, всего 23. Спасательные модули 0. То есть мы не починили спасательные модули. А хэпэта, хэпэта, где увидеть? Понятно, ладно, идем в снабжение. Топлива не покупаем, у нас полно. Радиозаряды. Есть? Нет. Тут нету. Печалька. Печалька нету, у них тут боеприпасов нужных. Так, а это наемники стоят, да? Нанять за 6 тысяч. Кто ты такой? Пересмешник. Корвид-перехватчик. А там... Ну, денег нету как бы, но интересно, кто все равно тусуется. Толстяк. Удар на тяжелый корвет. Ладно, на этой печальной ноте прервемся. Пишите комментарии по делу, особенно мне нравятся комментарии. Ставьте лайки, подпишитесь на канал, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить продолжение. Чтобы узнать, успеет ли флот наш сорваться со стоянки, прежде чем его обнаружат. Что может и не произойти, потому что, смотрите, вон мигает уже часы. Но нам нужно заправиться, и нам нужно помочь людям. Спасибо за просмотр. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok